Анторг Пятый, двенадцатый, девятнадцатый Кабина лифта замирает, двери неслышно отворяются Несколько шагов по мягкому ковру, стеклянная перегородка с окошечком За ней у пульта с телефонами секретарь, 9.30 утра На лице у женщины улыбка и готовность помочь Good morning, приветливо обращается она к посетителю Чем могу быть полезна? Доброе утро, перехожу я на русский У меня встреча с товарищем бессмертным Председатель правления Амторга встречает гостя в коридоре Проводит в кабинет, усаживает в кресло Это очень высокий и очень спокойный человек Ну что, с самого начала, спрашивает он Если можно, Виктор Иванович Так началось мое знакомство с Амторгом Корреспондент известий зачастил туда И надо мной уже посмеивались Не поряли переходить в штат Итак, с самого начала Переговоры о торговле с Америкой мы начали еще в 1919 году Во время гражданской войны После того, как в 1922 году было снято эмбарго На торговлю с Советской Россией Торговый обмен оживился К нам из США стали поступать продовольствия, обувь, железнодорожное оборудование Торговые операции осуществляли тогда три действующие в Америке компании Продуктс Эксчейндж Корпорейшн, образованная в 1924 году Аркас Америка Инкорпорейтед И советская компания Всероссийский текстильный синдикат 24 мая 1924 года было подписано соглашение Первые две компании сливались Новую компанию зарегистрировали как Амторг Трейдинг Корпорейшн Она получила право представлять все советские внешторговые организации Через нее шел американский экспорт в СССР А в США поступала наша продукция Так родился Амторг За первые три года существования Амторг заключил сделки на сумму в 95 миллионов долларов По тем временам объем нешуточный В 1931 году общий оборот советско-американской торговли составил 116 миллионов долларов В Советский Союз двинулся поток промышленного оборудования Станков, химикалиев В том, что в невероятно трудных условиях нам удалось построить Днепрогресс Заводы-яганты в Харькове, Челябинске, Волгограде, Горьком Есть заслуга и Амторга Из СССР в Америку шли минералы Древесина Растительные масла Хромовая руда Меха И драгоценные камни В годы экономического кризиса И последовавшей за ним экономической депрессии Советские заказы спасли многие компании Дали работу тысячам американцев Вот лишь одна цифра В 1933 году СССР поглощал 40% всего американского экспорта Машин и оборудования В 1934 году в Нью-Йорк пришло первое советское торговое судно КИМ Представитель Амторга Джозеф Файнстайн поднялся на борт Прибывший в США в январе того же года Первый советский посол Трояновский в заявлении для печати подчеркивал СССР как и США Страна с огромной территорией Богатыми и разнообразными природными ресурсами Наши физико-географические проблемы во многих отношениях схожи с вашими В этом смысле у нас есть основа для налаживания стабильной взаимовыгодной торговли В июле 1935 года СССР и США подписали торговое соглашение В августе 1937 года на смену ему пришло еще одно Предоставившее Советскому Союзу режим наибольшего благоприятствования А затем война На своем особом участке амторговцы сражались с фашизмом Когда война кончилась, казалось, что советско-американское сотрудничество станет еще более тесным А торговля широкой СССР собирался разместить в Соединенных Штатах крупные заказы на поставку оборудования Надо было восстанавливать лежавшие в руинах города 27 октября 1946 года газета Геральт Рибюн предсказывала Если дать Советскому Союзу необходимые кредиты В ближайшие три года он разместит в США заказы на сумму в 5 миллиардов долларов Но все переменилось Холодная война быстро разрушила то, что было достигнуто за годы советско-американского сотрудничества В декабре 1949 года президент Трумэн аннулировал торговое соглашение 1937 года По президентскому декрету Советский Союз был зачислен в категорию недружественных наций Его товары теперь облагались огромными пошлинами В 1951 году так называемым законом Беттла практически весь американский экспорт в нашу страну был отнесен к числу стратегических товаров К чему мы тогда пришли? Пусть скажет еще одна цифра В 1953 году весь американский экспорт в СССР равнялся 19 тысячам долларов Потом в конце 50-х годов снова по кирпичику стали восстанавливать разрушенное здание советско-американской торговли В 1964 году оборот ее поднялся до 167 миллионов долларов В 1971 до 184 миллионов Но это было все равно немного В общем, в внешнеторговом обороте США, к примеру, торговля с нами составляла всего 0-2% Даже с такими небольшими странами, как Голландия или Швеция, у Советского Союза обмен товарами был обширнее Перемены прошлого, 1972 года, прежде всего, московские переговоры между советскими руководителями и президентом США Зажгли зеленый свет на пути нормализации отношений в целом И расширения экономических и научно-технических связей в частности Итогом стал целый комплекс важных межправительственных соглашений О торговле, урегулировании проблем ленд-лиза, порядке финансирования торговли Нормализации вопросов морского садоходства между двумя странами Советско-американская торговля возросла Многое делается, чтобы в ближайшем будущем она достигла уровня соответствующего размерам и возможностям наших двух стран По мнению американских экономистов, есть основы для того, чтобы уже к 1975 году Товарооборот между СССР и США поднес от отметки в миллиард долларов А кое-кто здесь считает, что к концу 70-х годов эта торговля может достигнуть 2,5-5 миллиардов долларов Разговаривая с членом правления Амторга Джозефом Файнстайном Ему 83 года Работе в Амторге он отдал 44 Родился и вырос на Украине, в Староконстантинове Волынской губернии С 17 лет примкнул к революционному движению Дважды подвергался аресту Во второй раз провел полтора года в царской тюрьме, которая стала его марксистским университетом Затем забрали в армию Но он и тут распространял прокламации Чтобы не арестовали в третий раз, бежал Товарищи переправили его в Австрию, оттуда переехал в США А сел в Филадельфии, стал американцем Но продолжал революционную работу И здесь, уже после Октябрьской революции, его снова арестовали, обвинив в пропаганде большевизма Молодая советская Россия нуждалась во всем От понимания целей нашей революции до паровозов и медикаментов Он с головой ушел в разъяснение советской политики американцам Одну из стен его кабинета полностью закрывает огромная карта Соединенных Штатов Перевожу взгляд с этой карты на цифры, заполнившие мою записную книжку А затем не сидящего передо мной человека И поражаюсь Сколько же всего может вместить одна человеческая жизнь? Он о себе не очень-то склонен говорить И многое я узнал от других И то, что всю его оставшуюся в Староконстантинове семью, включая престарелую мать, фашисты расстреляли на городской площади из пулеметов И то, какую чашу ему пришлось испить в годы разгула маккартизма, когда зятя его выбросили с работы За то, что он зять сотрудникам торга И то, как в 1949 году он провожал уходившее из Нью-Йорка последнее советское судно Листаю рукопись его книги Для Джозефа Файнстайна это итог всего сделанного Книга называется «50 лет американско-советской торговли» Рассматривая фотографии П.А. Богданов, видный революционер, которого партия послала руководить Амторгом в 1930-1934 годах Чекалов с Буедуковым и Беляковым, совершившие в июне 1937 года беспосадочный перелет СССР с Северный полюс США Снимок сделан в Амторге У всех Амторговцев счастливые лица Чекалов и его товарищи улыбаются, а с портрета на стене строго смотрит Буденный Нет, голубчик, вы все-таки пройдитесь по нашим коридорам Познакомьтесь с работой разных подразделений Вот тогда узнаете, что такое Амторг Мягко улыбается Джозеф Файнстайн Утром следующего дня начинаю обход вторжения КВС Студеникину Заместителю председателя правления Он одной ногой в самолете Рассказывает, что одна из самолетостроительных корпораций Просит его приехать для переговоров Изъявляет желание совместно продвигать на американский рынок Як-40 Юркие, неприхотливые советские самолеты Влетает в Оклахома-Сити после обеда После лектору доносится голос Биржа открылась 152 Лицо у моего собеседника розовеет от удовольствия А мне непонятно Иду к вам, бросая Студеникин в микрофон И к двери Я за ним Поднимаемся этажом выше По селектору докладывал работник, ведающий операциями по продаже некоторых металлов Его со всех сторон атакуют представители американских компаний, желающих их приобрести На них большой спрос и в электротехнической, и в автомобильной, и в химической промышленности Стоимость этих металлов на бирже растет Часто в течение одного дня это десятки, если не сотни тысяч инвалютных рублей Нашему народному хозяйству, объясняют мне В группе разного экспорта принимают представители компании Сатра Эта фирма и в самые трудные годы не прерывала Советским Союзом торговые связи Она первой начала импортировать нашу хромовую руду Первой собирается продавать тракторы советского производства Представитель компании Александр Перинелли только что вернулся из Москвы Где вел переговоры о закупке 50 тысяч тонн ментая Компания намерена пустить рыбу на кормовую муку Бизнесмен пришел в Амторг, чтобы утрясти некоторые детали Беседа идет по-русски Мистер Перинелли – недавний выпускник одного из калифорнийских университетов Сатра собирается направить его к нам, своим постоянным представителям Солидные американские фирмы весьма ценят сейчас специалистов, владеющих русским языком Это не мода, а бизнес Хочу вас поставить в известность Обращается к своему партнеру мистер Перинелли Что прежде чем пойти с вами на эту сделку Сатра тщательно изучала конъюнктуру на рынке Обращалась с запросами к разным компаниям По многим соображениям мы решили остановиться на Амторге Мне поручено вас об этом проинформировать, чтобы не было недоразумений В свою очередь хочу сообщить вам, что одновременно с вами мы ведем переговоры с Continental Sea Food О продаже партии нашей рыбы Любезно адресуясь к собеседнику наш представитель Мистер Перинелли благодарит за полученную информацию Не упустив случай подчеркнуть, что хотя Sea Food уважаемая компания Именно Сатра всегда готова на сделки с советской стороной Попутно заверяет, что его компания и впредь будет держать Амторг в курсе своих дел Обмен рукопожатиями – это будни сотрудничества, построенного на взаимопонимании, выгодного обеим странам В кабинете Аблохина, заместителя председателя Амторга, шло совещание Группа по оборудованию обсуждала вопросы экспорта-импорта Телефон не замолкал Звонили с компанией Макдоналд Дуглас И приглашали совершавшую поездку по США делегацию советских экспертов Побывать на заводе, производящем DC-10 – гигантские пассажирские самолеты Звонили из Occidental Petroleum И тоже приглашали советскую делегацию Из General Electric Интересовали судьбой своего предложения о строительстве в Советском Союзе завода Бытовых кондиционеров воздуха Из других фирм запрашивали Как быстрее оформить визы для поездки в Советский Союз Целый легион деловых людей двинулся сейчас к нам из Америки Газеты подсчитали Если год назад в течение недели в Москву Отправлялось 50 американских бизнесменов То теперь не менее 300 Резко возросло и число прибывающих в США специализированных советских делегаций Экспертов, приемщиков Серьезная трудность в развертывании широкой советско-американской торговли Еще недостаточное знание друг друга Рынка партнера, его возможностей Это пробел сказывался четверть века Сейчас он ликвидируется Amtork наладил сотрудничество с десятками крупнейших американских компаний С такими гигантами Как General Motors И Caterpillar DuPont de Nemours И International Harvester International Business Machines IBM И Litton Industries Mobile Oil И Pullman Самые крупные банки тоже тянутся к бизнесу С нами И так или иначе выходит нам торг Словом, дела пошли масштабнее Добрая воля, желание сотрудничать Наталкиваются, однако, на сопротивление определенных сил Делающих все, чтобы заморозить экономические отношения между двумя странами Вспоминается эпизод Произошедший во время конференции по вопросам советско-американской торговли Которая состоялась в марте 1973 года Собрала она представителей крупнейших промышленных компаний Соединенных Штатов И вдруг на трибуну вышел некий господин И пункт за пунктом стал выдвигать условия Без выполнения которых, где Советский Союз не сможет рассчитывать на деловые контакты с Америкой Возникшая поначалу в зале неловкость сменилась откровенным раздражением Не обращайте внимания, словно извиняясь, сказал сидевший рядом сотрудник General Electric Этот джентльмен здесь оказался чисто случайно И все-таки влияние сил, представляемых подобными джентльменами, недооценивать не стоит Противники советско-американской торговли интригуют в Конгрессе, где у них есть свое лобби В прессе они отравляют атмосферу, воздвигают шлагбаумы лжи В частности, убеждают читатели в том, что Советский Союз будто настолько заинтересован в торговле с Соединенными Штатами Что для него это стало вопросом чуть ли не жизни и смерти Есть у них еще один мотивчик Они тщатся доказать, что советско-американская торговля не имеет больших перспектив Потому что нашей стране, кроме водки и икры, будто бы нечего предложить Америке Нелепость, разумеется Уже сейчас, когда торговля лишь дан старт, в Соединенных Штатах не просто проявляют интерес к продукции советской промышленности Но и закупают ее Вот далеко не полный перечень наших промышленных изделий В тех или иных количествах, нашедших путь на американский рынок Станы для холодной прокатки толстостенных труб И велосипеды Мощные силовые автотрансформаторы И суда на подводных крыльях General Electric, Reynolds Metals, Kaiser Aluminium И другие крупные американские компании Уже используют советское машинное оборудование и советскую технологию Вице-президент General Electric Томас Пейн Считает важным достижением своей корпорации Подписание Советским Союзом соглашений о совместной разработке газовых турбин И силовых электрогенераторов Компания Anderson Construction , приобрела лицензию на применение советской системы испарительного охлаждения металлургических печей Как сказал представитель компании, этот метод На целое десятилетие продлит жизнь печей Нет сомнения, что русские располагают технологией Которая принесла бы нам больше выгоды Признался по словам All Street Journal Представитель гигантской United States Steel Corporation Так обстоят дела Обозреватель Рестон объявляет, что возможности советско-американской торговли безграничны Сульцбергер, другой ведущий американский обозреватель, тоже ждет нормализации и всемирного расширения торговых контактов Но вернемся в Амторг Пройдемся по его коридорам Из репродукторов то и дело разносится Товарищ такой-то, к вам посетитель Или вас просят подойти к телефону из такой-то компании Важнейший нервный узел расположен на 10 этаже Здесь Софракт и Совенфлот Четверть века в Соединенных Штатах не слышали гудка советского парохода Когда в конце прошлого года наши суда начали первые пробные рейсы в США Для многих тут это было все равно, как если бы на земле появились марсиане На сухогруз комсомолец Латвии у причалов Олбани прицелились тысячи фото и кинообъективов Американцы приезжали издалека целыми семьями Когда чуть позднее туда пришел Касимов На его борт хлынул многотысячный людской поток Теперь советские корабли в Америке привычные гости Поинтересовался у товарищей из Софракта Какие советские суда находятся в американских портах в данный момент Получилась впечатляющая картина В портах Мексиканского залива Пальмира, Тольятти и Комсомолец Киргизии Генерал Владимир Заимов и Лихославль, танкеры Бухарест и Коммунарск Из Бруклинского порта, это район Нью-Йорка, только что ушел в Новогрудск, пришел туда в Новомосковск В портах на Великих Озерах Озерах, Закарпатье, Дошава, Днепродержинск Гаи Тимофеев, представитель Совенфлота, принимал Эрика Хеллена Президента Нордшип Чикагской компании по обслуживанию судов Нордшип не самая большая, но и не последняя компания на американском Среднем Западе Одну из первых она заключила Совенфлотом агентское соглашение Э Хеллен ездил в Москву подписывать его Он не скрывает, что весьма заинтересован в расширении бизнеса Тимофеев, человек, бывалый, много лет плавал капитаном Подробно выспрашивает, какие дополнительные услуги может предложить Нордшип И Амторг, действующая с ним в тесном сотрудничестве Советская Закупочная Комиссия Полпред Камаза в набережных Челнах вышли в большое плавание по морям американского бизнеса Советско-американская торговля больше не лозунг и не призыв, а реальность Вопрос торговать или не торговать уже не стоит Возникли другие конкретные вопросы Как торговать? Чем торговать? Вступая в свой 50-й год, Амторг чисто практически, конструктивно отвечает на эти вопросы Июнь 1973 года Глава из книги «Глядя на Америку» Автор Виталий Кобыш